скажите пожалуйста вот не могу никак маму простить за то что оставила в детстве уехала зарабатывать деньги я была почти брошена не получается простить пробовала вы понимаете нет и еще раз повторюсь не понимаю что когда больно человек плохо слышит пропускает через свою матрицу восприятия смотрите какая интересная ситуация вот простить нужно себя вам было очень обидно что в тот момент когда нужно было мамочка ее не было мало у мамы была задача другая у мамы была задача вас накормить потому что мама понимала что если она не сможет что-то как каким-то образом накормить вас и вот между связью и тем чтобы накормить вас и чтобы вы были в порядке да она выбрала второе но вы очень сильно в детстве обиделись потому что вам этого не хватало и вот надо зайти туда вот в эту глубину и простить себя выписать прям эти обиды у меня есть хороший вебинар по этому поводу он уже есть на сайте называется прости свои обиды на маму я вам очень рекомендую зайти его и по и пройти уделить себе три часа времени принципе это как работа ну скажем так с нормальным психологом не зайцем зайцев больше часа не работает с человеком да потому что ну не смысл ну то есть вы можете сами с собой стать психологом для самого себя вот это очень важный аспект осознать вот стать психологом для самого себя первым делом нужно осознать что обиды что обиды они ну то есть вы не мама не на маму то есть ним маму прощать не надо надо простить себя за то что вы обидеть это очень важный момент три главных совета которые вы дали давайте так амина вот я не даю советов вообще не даю никому совету я могу порассуждать вот три главных скажем так заключения да как человек может с чего начать для того чтобы пойти стать психологом для самого себя давайте вот так вот наверно перри начнем потому что советовать как ветер леонтьевна мой учитель как от это интимно да как вот слово как это вот не мое слово я не знаю как человек это будет делать моя главная задача снять с него боль а делать он за саму и у человека есть право свободного выбора так вот первое рассуждение это у человека есть право свободного выбора всегда все что происходит в мире она в порядке и только ваш выбор создает скажем смысл вашего проживания если у вас выбор бороться достигать добиваться там пытаться то вы будете бороть себя добивать себя пытать себя потому что приставка тя это себя второе рассуждение это все обиды которые есть они есть в вас и прощать другого нет никакого смысла когда ты хочешь простить другого это очень важный аспект простить другого очень важный аспект под для чего он нужен для того чтобы можно через этот мостик да то есть вот про когда этого я хочу простить вася да почему я хочу простить вася он меня ударил палкой ну примеру да вот это первый момент то есть вы вспоминаете ваш мозг вспоминает что да вам было восемь лет и вас вася во дворе ударил палкой вы вспоминаете этот момент потом вы попад заходите в это пространство где вася бьет палкой вас и там оттуда есть алгоритм он есть в вебинарах вы можете зайти его посмотреть где это произошло до первое то есть вы узнали второй момент что я вот момент чувствую и какой опыт я получил от этого да то есть этот опыт надо закрыть и пока вы не осознаете в блага не поблагодарить пока вы не осознаете зачем пришел к вам этот опыт это можно сидеть сутками осознавать а можно пройти вебинары осознать оттуда выйти уже с осознанием это или медитации там которые есть на сайте их там очень много просто не буду их перечислять чтобы времени терять и третий третье размышление самое удивительное весь мир в порядке потому что в этой священной молитве которая говорится иисуса до священная молитва да будет царствие твое но будет воля твоя как на небе так и на земле а за это хлеб нас насущный дашь нам на каждый день так вот царствие бога это все что здесь на земле создано создано богом а если это создано богом значит оно все в божественном порядке то есть бог не может создать что-то плохое правда но самый главный момент то что происходит в эти моменты у каждого человека есть свой выбор и каждый человек живет согласно выбора своего выбор это и есть страдать как это ни странно вот вам три размышления а если не помню обиды они сами всплывают в процессе да и такой мы там понимаете момент какой вот почему вот я говорю нужно записать нужно столько понятно дело что вы сразу не готовились к этому вебинару вы сразу не вы пишете главное запустить процесс под сознание мозг потом сам будет вытаскивать он прям найти как экскаватор он будет вытаскивать 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 и вытаскивать вот в этом моменте этого так это происходит просто вот так работают эти процессы вот ну они так работают как это не удивитель прям удивлю это правда удивительно и очень рад что они получились у меня да я полгода просил и рассказывал за до полгода просил чтобы они открывались вот так вот когда вы слушаете этот процесс да то есть вы прям ну то есть он работает то есть он не просто балалайчный звук да там который дает возможность добрый вечер эдгард все понимаю что можно вернуться погрузиться в той ситуации где возникла обида но простить себе обиды этот момент мне не понятен елена вот знаете какой момент вот как вы узнаете как пахнет эдельвейс только взять в руки и понюхать его да но эдельвейс там где-то вот на горах да там по моему по миру а медитации на сайте зайцев эдгард точка ком вы можете зайти на сайт взять медитацию и сделать и посмотреть как они принимаются и вам все станет понятно там есть описание там там правда есть много или придите в вебинар вот про невесту и вы увидите как эти обиды просто уходят вы знаете вы будете погружаться туда там будет просто черно-белая картинка такой нету такого вот что вам нужно сделать как я могу вам советовать что вам нужно сделать просто почувствуйте вот спросите у себя отзывается не отзывается вот я вообще так живу да вот если у меня отозвалось до белая неважно как это даже если я ну то есть как эта ситуация произойдет скажем так не то что я ожидал в принципе это и не ожидают ситуации даже какая-то там финансовая там ситуация может произойти там даже где-то какие-то деньги потеряются. Понимаете но ты не знаешь ты же ведь не знаешь из как это потом тебе придёт если ты все время идешь благодарности ты проживаешь какие-то опыты и слава тебе господи и когда ты проживаешь и благодаришь ты идешь 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 идет потом раз что другое рождается очень интересно у Бога свои планы Он знает как вас вести когда ты сдаешься полностью на волю Божию и просто идешь ты вот это звалось, ага, делаем идем и делаем получилось там как думал здорово, не получилось ну тоже здорово значит получится что-то другое уже другое интересное, ты получил какой-то опыт может быть какие-то знания, какие-то знакомства какие-то ситуации как это выстраивается дорога из желтых кирпичей ты идешь просто по ней это и есть твоя жизнь я встречался с этим и это и есть твоя жизнь